В России началось обнуление Ксении Собчак. Многие не верили в то, что это может произойти, она считалась неприкасаемой. Даже после голой вечеринки, когда редакторы с ножницами в руках активно вырезали Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и Анну Асти из новогодних программ, а СМИ в захлеб писали об отмене концертов провинившихся журналистка постила в своих социальных сетях коллекцию колец с драгоценными камнями и рекламировала один из банков. Собчак в России всегда было позволено больше, чем другим. И она активно этим пользовалась, эпатировала, провоцировала. Сдается, этой медийной вседозволенности приходит конец. За голую вечеринку ответочка ей тоже прилетела. По информации источника, заказчики отказались от услуг Ксении Анатольевны на нескольких корпоративах, где она должна была стать ведущей. Как бы не улыбалась с данной новости медийная персона, это все равно больно, потому что отмена равна потере денег. Обнуление Собчак идет немного по другому сценарию, чем в случае с Киркоровым или Лолитой. Светскую львицу и талантливую блогершу, которая никогда за словом в карман не лезет, начал обнулять частный бизнес. Именно с отменой может быть связана недавняя поездка Ксении Анатольевны в родной Петербург к матери, сенатору Людмиле Нарусовой. Собчак даже фото опубликовала оттуда, в образе ждуна. Уж не свои ли очереди на обнуление, она ждала. Нет ничего вечного на этой земле. Да и Путин не всегда будет у власти, пора Ксении Собчак об этом подумать, деньги не будут всегда литься ручьем в карман, заключил город Че. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...